Девушки отдыхают Не успел я опомниться, как уже стал жильцом квартиры 3А Оглядываясь назад, я жалею, что сразу не сбежал оттуда, даже не распаковывая чемоданы Оказалось, что у моей новой квартиры аура сильнее, чем я предполагал Ковры почему-то были сырыми, трубы ржавыми А иногда было слышно, как сосед снизу колотит по стенам и орёт что-то во всё горло Конечно, там были и другие незначительные неудобства Но с ними вполне можно было примириться А вот с душем, из которого течёт ржавая вода С загадочными пятнами на ковре и несносным соседом жить было невыносимо Я вызвал водопроводчика Он прибыл именно тогда, когда я уже собирался познакомиться с соседями снизу Когда я показал мокрые пятна на ковре, водопроводчик почесал в затылке и сказал Что никаких утечек нет, видимо я что-то пролил и не заметил Он что думал, что я идиот? Я ничего не проливал Водопроводчик извинился и сказал, что если протечек нет, он ничего не может сделать Потом он занялся душем Оттуда по-прежнему текла ржавая вода Он предположил, что проблема в бойлере и пошёл его проверить Я в это время решил разобраться с соседом снизу Я постучал в дверь, но никто не ответил Там стояла полная тишина Я попробовал открыть дверь в уверенности, что там заперто И вдруг дверь распахнулась Квартира была абсолютно пуста И тут я заметил, что на полу появляются влажные следы и идут прямо на меня И тут раздался пронзительный крик водопроводчика из бойлерной Когда я спустился, того уже и след простыл Но он обнаружил, почему вода такого странного цвета В старый бойлер кто-то затолкал раздутый разлагающийся труп Полиция всё ещё расследует это убийство А домовладелец обещал отремонтировать бойлерную Квартира 3А снова сдаётся А я навряд ли уже когда-нибудь безбоязненно открою кран в ванной Священник позвонил мне в воскресенье Где-то около полудня Ему нужен был человек, который занялся бы ремонтом старой церкви В 98-м году, кажется, в неё ударила молния Там был сильный пожар И с тех пор в заброшенную церковь никто не заходил Вот уже более 40 лет Ну, конечно, я согласился помочь Как только я зашёл туда, то сразу почувствовал, что там что-то не так Мне стало не по себе По коже побежали мурашки Я постарался не обращать на это внимания и взялся за работу Для начала я оторвал повреждённые половицы Под ними скрывалось старое крысиное гнездо Оно было похоже на все остальные гнёзда Которые мне доводилось видеть за 22 года работы в строительстве Но потом я понял, что крысы соорудили его из человеческих костей и волос И вдруг на втором этаже заскрипели половицы И я явственно услышал, как плачет маленькая девочка Тут я не на шутку испугался Испугался, что ветхий потолок провалится под её весом И тогда не миновать беды И я крикнул Эй, немедленно спускайся вниз Наверное, девочка испугалась, потому что сразу замолчала И тогда я пошёл её искать Поднявшись на второй этаж Я с удивлением обнаружил, что он пуст Если бы девочка убежала, были бы слышны её шаги Но я... я ничего подобного не слышал Затем плач повторился На этот раз из часовни Я направился туда Поднимаясь по длинной шаткой лестнице Я заметил что-то похожее на засохшие пятна крови Когда я вошёл в часовню, меня парализовал страх Передо мной лежали иссохшие человеческие останки Судя по истлевшим лохмотьям, оставшимся от платья Труп пролежал здесь все 40 лет С тех самых пор, как случился пожар И его так никто и не обнаружил Только крысы И я... я убежал оттуда Бежал, не останавливаясь, до самого города Прошло столько лет Вряд ли осталась хоть малейшая возможность раскрыть это преступление Думаю, в Салеме так никто и не узнает Кто совершил это жуткое убийство Говорят, там до сих пор слышен чей-то плач Не знаю Я туда больше не возвращался Я помню свой первый день на службе в полиции В то время департамент полиции Салема Располагался в крошечном здании на краю города Это был старый дом Набитый людьми и совершенно не приспособленный к повседневной работе Охранять город становилось все сложнее И, наконец, власти решили превратить старинный арсенал В нашу новую штаб-квартиру Когда мы переехали Я сильно удивился, каким большим и современным Казалось одно из самых древних зданий Салема Которое, однако, весьма неплохо сохранилось Кроме того, оно подходило нам по духу Когда-то здесь проходила первая линия обороны города в эпоху фронтира А сейчас старый арсенал снова взял на себя эту роль Уже в наше время Первая неделя после переезда Выдалась довольно суматошной Один полицейский заявил, что кто-то взял пистолет из его шкафчика Он 20 минут его искал И, в конце концов, нашел у стены в одном из еще не занятых кабинетов Кроме того, ночной дежурный доложил о странном дефекте телефона Бывало так, что если кто-то сообщал о стрельбе Автоматическая система прекращала записывать разговор И тут же начинала воспроизводить слова напуганного абонента Снова и снова До тех пор, пока телефон не отключали Вскоре стало ясно, что дело не в чьих-то ошибках Или неисправной телефонной линии Однажды вечером По коридору пробежала плачущая врач-патологоанатом Дело в том, что у нее пропали скальпели и другие инструменты Она пошла к шкафчику за запасными Однако остановилась в ужасе, увидев отражение в зеркале У одного из трупов стоял призрак Солдат в форме эпохи гражданской войны Когда она обернулась, он уже исчез Она бросилась прочь, но заметила, что в помещении вдруг стало холодно, как в сырой могиле Конечно, парни в участке ей не поверили Черт побери, да и я тоже Пока не увидел все своими глазами Как-то раз я заработался допоздна и пошел налить себе кофе Повернув за угол, я увидел отражение призрака в стеклянном стеллаже с кубками Он смотрел прямо на меня Потом поднял свою призрачную винтовку и нажал на спусковой крючок На стекле появилась паутинка трещин и я бросился бежать Капитан мне не поверил и вычел стоимость стекла из моего жалования Но мне было плевать, считают меня психом или нет Я знал, что я это видел Иногда меня спрашивают, гуляет ли еще призрак по коридорам Всем и всегда я отвечаю одно и то же Я не в курсе Я тогда перевелся в Бостон Я всегда была, скажем так, клептоманкой Нет, нельзя сказать, что я прям профессиональная воровка Просто... Просто мне было скучно Краденое всегда казалось мне интереснее купленного Мне нравилось смотреть на какую-нибудь вещицу Испытывать волнение, вызванное воспоминаниями, связанными с кражей Ну да, и, признаюсь, иногда я переживала, что меня поймают Но чаще кайфовала от адского прилива адреналина Только последняя украденная вещь изменила и мое отношение к таким приключениям И всю мою жизнь Ту кражу я помню так, словно она была вчера Несмотря на то, что я уже много лет пытаюсь про нее забыть Тот день был похож на сотню точно таких же тихих и скучных На этот случай у нас с друзьями было припасено своеобразное развлечение Мы ходили пить пиво на кладбище И тогда поступили точно так же Мы пришли на наше излюбленное место к старому полуразрушенному склепу Но нас ждал полный облом, на этот раз склеп был заперт Похоже, кто-то наконец проявил интерес к лежащему там мертвецу И решил, что мы не должны веселиться по соседству с усопшим Ну ладно, мы разделились и пошли искать на кладбище новое пристанище Это было нетрудно Через несколько минут я нашла другой склеп Одна его стена уже начала осыпаться, и мне удалось протиснуться внутрь Там было так же, как и в остальных склепах За исключением одного В самом центре гробницы лежала какая-то пыльная рама А в ней красовался венок из искусно заплетенной в косу веревки Естественно, увидев такую старинную ценную вещь, я решила ее стащить И я решила так Подожду неделю и только потом продам Это на тот случай, если вдруг кто-то заявит о пропаже Я вернулась домой, положила свою сегодняшнюю добычу на верхнюю полку шкафа И вполне довольная собой легла спать В ту ночь мне снилась мертвая, разлагающаяся ведьма Несколько раз я просыпалась в холодном поту от ужаса И сколько бы ни пыталась заснуть, каждый раз она возвращалась В течение последующих дней кошмары стали хуже Просыпаясь, я обнаруживала выдранные клоки волос и кровоточащую кожу на своей голове Я все списала на стресс и плохое самочувствие И на следующий день пошла в ломбард, чтобы продать эту вещь И навсегда о ней забыть Мне просто стало дурно, когда продавец сообщил, что венок сплетен вовсе не из веревки А из волос чьего-то возлюбленного В конце девятнадцатого века была, оказывается, такая дурацкая традиция Я хотела избавиться от кошмаров, поэтому, не торгуясь, скорее продала этот проклятый раритет К сожалению, это не помогло Совсем не помогло Теперь цель всей моей жизни Найти и вернуть этот венок туда, откуда я его забрала Надеюсь, когда розыски увенчаются успехом, я наконец-то смогу Смогу выспаться Потому что я очень устала Я больше так не могу Я долгое время работал инспектором Департамента здравоохранения За свою карьеру мне довелось побывать во множестве больниц Навидался я разного, в том числе и таких ужасных вещей, которые неведомы простому бывателю Но никогда и ничто не сравнится с событиями, невольным свидетелем которых я стал В психиатрической больнице Фэр Хейвен Это та, которая сейчас называется Люкс Этерна Я прибыл туда в 1926 году, следуя своему служебному долгу В департамент поступали жалобы на чрезмерное количество пациентов и дурное обращение с ними Однако репутация Фэр Хейвена была запятнана задолго до того Психиатрическая больница Фэр Хейвен открылась в 1911 году Первым ее пациентом стал очень агрессивный преступник по имени Джек Йейтс Он должен был стать блестящим примером того Каких высот наша медицина достигла в лечении психически больных Безусловно, опасные пациенты содержались под охраной Но, к сожалению, это не предотвратило несчастный случай Однажды, когда к директору больницы пришла жена Йейтс каким-то образом вырвался на свободу и убил ее С тех пор никто не знал, что произошло между Йейтсом и директором до моего визита Когда я приехал, у двери меня встретил директор Уоллес Хелстед Возможно, из-за того страшного удара, пережитого много лет назад Он выглядел таким же опустошенным и неопрятным, как и его несчастные пациенты Инспекция началась Во время осмотра помещения я не мог не заметить, как он нервничал Когда я проходил мимо маленького чулана для щеток Естественно, я решил выяснить, в чем тут дело Я приоткрыл дверь в чулан И чуть не лишился чувств, потому что из маленького закутка Вырвалась такая мощная волна запаха человеческих экскрементов Я ужаснулся тому, что увидел в тусклом свете лампочки Истощенный человек в цепях лежал на полу на куче собственных испражнений За много лет, проведенных без солнечного света, его кожа, волосы и глаза стали молочно-белыми Можно сказать, что он почти уже потерял человеческий облик Бедняга пробыл в оковах так долго, что они вросли в его кожу Я не сразу понял, что это подобие человека и есть Джек Йейтс Приехала полиция, доктора Хелстода арестовали Впервые за 15 лет врачи вывели Йейтса из крошечного чулана На полу, там, где он лежал, навсегда остались очертания человеческого тела Когда с несчастного попытались снять оковы, он не выдержал шока и умер на следующий день Я видел, как замуровывают его тюрьму И все делают вид, будто ничего особенного не произошло Я очень надеюсь, что несчастный, наконец, обрел покой Ведь персонал больницы утверждает, что из-за стен до сих пор доносятся душераздирающие крики Мы с мужем покинули платформу и зашли в поезд Помню, с каким чувством я смотрела на наш городок и вспоминала, как счастливы мы здесь были Однако новая жизнь в Салеме увлекала меня гораздо больше В пути я было задремала под мерный стук колес Как вдруг раздался пронзительный скрежет металла о металл И сон мгновенно меня покинул Поезд остановился Кругом царила тишина Было слышно, лишь как ливень барабанит по крыше Я выглянула из окна, но ничего не смогла разглядеть На улице было слишком темно А затем вспыхнула самая яркая молния из тех, что я когда-либо видела Мой муж решил выяснить, в чем причина задержки И пошел в головной вагон И тут в хвосте поезда закричала какая-то женщина В числе прочих я поспешила к ней Когда женщину спросили, что случилось В перерывах между рыданиями она могла лишь промолвить, что под дождем бродят духи мертвецов Мне показалось, что странным образом на всех пассажиров внезапно нахлынули болезненные воспоминания Про себя я это могу сказать точно Все это напугало меня настолько, что я тут же отправилась искать Джо, но его нигде не было видно Я уже добралась до локомотива, но так и не встретила мужа Я выглянула из ближайшего окна и увидела машиниста Он пытался убрать с путей упавшее дерево К нему шел Джо Я была уверена, что он хочет помочь расчистить пути Но к моему ужасу Вместо того, чтобы взяться за ствол Джо поднял земли камень и размозжил машинисту голову Я выскочила из поезда и подбежала к нему Но увидела, что это уже не тот Джо, которого я знала Он был будто одержим чем-то Не могу выразиться яснее Потом его что-то напугало Он отбросил камень в сторону и стремительно бросился к лесу И вот тут, я точно это помню Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами Прежде чем Джо исчез за деревьями, вспыхнула молния И я увидела, как за ним что-то гонится Его преследователя я могу описать только как призрака, закутанного в черное Хотя, не знаю, может быть, это была просто тень Полиция несколько дней прочесывала лес в поисках Джо, но его так и не нашли Поначалу я вернулась домой Но воспоминания о прошлой жизни не давали мне покоя Иногда, когда я без сна лежу в постели Меня преследуют мысли о том Какой могла бы стать наша жизнь Если бы мы не сели в тот поезд Для подростков Салем был не самым привлекательным местом в мире Когда мы с друзьями играли после школы Обычно мне приходилось как следует напрягать воображение Чтобы хоть как-то оживить занудную повседневность Для нас история Салема состояла из пары жутких историй и достопримечательностей для туристов Ведьм не существует, мы все это знали Вот почему на дроби Барнсом смеялась вся школа Он на самом деле в них верил Сейчас, оглядываясь назад, я жалею о том, что мы так над ним издевались Возможно, именно из-за этого он и умер Не помню, кто именно из моих друзей придумал разыграть Бобби Однако, скоро этим увлеклись все Мне поручили найти какое-нибудь старое заклинание На это ушло минут пятнадцать Ведь в библиотеке были практически все книги, когда-либо написанные на эту тему Для следующего этапа нам понадобился пустующий дом правосудия, который стоял на холме Все говорили, что в нем водятся призраки Мало того, ходили слухи, что в каминах дома судья Готарн сжигал тела осужденных ведьм Тут и должен был сыграть свою роль Робби Мы поспорили с ним, что он не сможет пробраться ночью в дом правосудия Взять из каждого камина пригоршню пепла А затем зажечь свечи Посыпать их этим пеплом и прочитать заклинание Мы сказали ему, что если все сделать правильно, свечи погаснут И если он это проделает и пламя свечей хотя бы задрожит То мы больше никогда не будем над ним смеяться Мы видели, что ему страшно Однако он набрался храбрости и согласился Мы не сказали ему лишь о том, что спрятали в доме камеру, чтобы запечатлеть всю эту забаву на пленку На следующий день Робби не пришел в школу Мы решили, что он струсил и ему стыдно показаться нам на глаза Потом я узнал, что Робби официально считается пропавшим Когда я забирал пленку из спрятанной камеры, у меня дрожали руки Я нажал кнопку воспроизведения и промотал все в ускоренном темпе, пока не увидел Робби Он все делал так, как мы ему сказали Но затем перед камерой возникла темная фигура Робби в ужасе обернулся, а по экрану пошли помехи Когда картинка снова появилась, Робби уже исчез И единственным признаком того, что здесь что-то произошло, был дымящийся камин в углу Все мы видели их, стоящих у обочины Оборванных, грязных, потерявших надежду людей с картонными плакатами в руках Иногда у них есть кое-какой реквизит Детская коляска, собака или кошка, канистра, чтобы не было так очевидно, что деньги им нужны только на выпивку Шесть лет назад, когда я, к несчастью, заехала в Салем, мне попался человек с плакатом «Нужен бензин» Рядом с ним на земле стояла красная канистра Я не хотела обращать на него внимания, но застряла на светофоре, и мне было неловко так долго притворяться, что я его не вижу Поэтому я вынула из кармана два доллара и чуть приоткрыла окно «Держи, приятель!» – сказала я и просунула деньги в щель И вот тогда, именно тогда я впервые увидела его лицо Точнее, то, что от него осталось На меня смотрел один глаз Он как будто вылезал из обугленного черепа Меня просто охватил ужас И тут черные кости пальцев потянулись к деньгам Тогда я выпустила деньги и изо всех сил надавила на педаль газа, не заботясь о том, что на светофоре все еще горит красный С тех пор я начала собирать эту легенду по крупицам Я узнала не очень много Контуженный ветеран войны, безработный алкоголик, просил милостыню у обочины И вскоре стал привычной деталью пейзажа Жители перестали давать ему деньги, надеясь, что он тогда переберется в большой город В ответ он устроил одно из самых жутких представлений в истории города Он поджег себя На центральной площади вечером в час пик После той встречи на дороге я иногда краем глаза вижу крохотные огоньки пламени Они исчезают, как только я поворачиваю голову И при этом по всему телу прокатывается волна ужаса Может, меня преследует тот несчастный призрак? Не знаю, хочет он меня проклясть или благословить, мне все равно Я мечтаю убраться от него как можно дальше Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»